здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео я быстренько сейчас 2 флаг расскажу как я готовлю еду комбикорм для свиноматки для лактационной в период лактации свиноматки или же просто для свиноматки обычно в общем смотрите суть чем комбикорм должен составляться допустим из 3-4 злаков да ну по процентному соотношению там разные есть виды комбикорма можно делать пшеницы ячмень горох там там все угодно в принципе там кукуруза все это дело смешивается и по большому счету тогда свиньям бмвд не нужны но если же нет возможности допустим составить полностью сбалансированный нет желания там париться потому что надо имел и что нам только не надо соответственно если такой возможности нет вот как он моем случае у меня есть зерной ячмень ячмень в принципе универсальная пшеница похуже получается ячмень получше для корма свиньи очень есть ячмень да из ячмень мы делаем из меня делаем перебиваем его на дерт и молки получаем дерт потом берем добавляем бмвд я в своем случае чтобы не рекламировать у меня есть бмвд универсальный бмвд так называемый универсальная для свиней но она в принципе идет для всех видов животных там и короли и свиньи и крупнорогатый скот по большому счету для всех подходит но для свиней я использую в чем разница допустим и тут все написано на этом самом инструкция прямо на мешке приклеена давайте я зачитаю быстренько бы плохо видно итак вносится пить час вносится во время приготовления комби корму путем равномерного размешивания поросята до 35 килограмм 25 килограмм на 100 килограмм корму то есть берем одну четвертую часть вот количество корма который будем готовить не обязательно 100 килограмм можно взять 10 килограмм килограмм если это килограмм значит 250 грамм если это 10 значит два с половиной килограмма дальше поросята возрастом от 35 точнее весом от 35 до 65 килограмм это уже 15 килограмм на 100 килограмм корма опять же высчитываем какой процентное соотношение 15 процентов принципе от веса опять же на килограмм это 150 грамм поросята от 65 10 килограмм на 100 соответственно каждый раз чем крупнее становятся свиньи тем меньше идет комби кормах и в дальнейшем также также для для свиноматок в период лактации тут по украински просто написано лактующим свиноматкам в общем 20 килограмм на 100 килограмм получается в процессе во время лактации 20 процентов у рубля добавляем но тут разберегание про хранение в общем в чем суть как как это все дело рассчитать берем тару в которую будем использовать сразу ее протарим на весе один раз достаточно сделать такую операцию и вот ну я делаю как вот беру жмей не до засыпаю жмей не смотрю 150 грамм мне допустим я я буду знать уже у меня жмей не 150 грамм бмвд этого входит не хватит плюс минус там не страшно теперь то же самое я делаю с дырки набираю в мыску дырки опять же взвешу это все сделано было один раз и в дальнейшем я уже знаю два килограмма вес этой мыски синоматка в период лактации съездает порядка 8-9 килограмм в зависимости от ее размера в сутки ну то есть за раз я еду таких две мыски это у нас получается 4 килограмма и соответственно 20 процентов от 4 килограмм то 400 грамм но дают две хорошие еще жмей не бмвд и все это дело вымешивается такой большой кастрюли единственное что старается вы месяца надо вымешивать максимально его посмотрите мысочку насыплю щас и вымешивать будем максимально хорошо чтоб она качественно перемешалась я за два приема делал сразу нижний ряд хорошо вымешиваю сейчас насыплю еще одну миску дырки и в домешаю оставшуюся жмей очень получается где-то в среднем на кормящую свиноматку у меня на свиноматку переплактации уходит вот таких вот на одну выдачу еды две мыски 4 килограмма корма и порядка где-то 400 грамм бмвд все теперь это надо хорошенечко вымешивать и в принципе можно насыпать свинки при этом поросятки маленькие смело подъедают вот этот корм потому что для них тоже это норма нормально даже чуть меньше чем надо 25 процентов надо было в общем все происходит таким образом что и мама может кушать с одного с одного замеса скажем так и поросятки при этом они не обтрищутся и будут расти хорошо набирать вес и это очень и очень удобно потому что если комбикорм не универсальный там идет ну я насколько я понимаю идет я не знаю как им называются гровер шмовер в общем именно отдельно для поросяток состав отдельно для ну допустим подсосного периода отдельно идут для до там 50 килограмм и уже потом последние там идут совсем другой третий вид корма здесь же у нас все просто комбикорм как уже было написано я говорю универсальный и использовать его очень легко я взял не нам ничего рассчитывать взял и раздаю процентном соотношении сколько мне надо дают допустим от 10 до 25 процентов на объем еды еду высчитал что я уже показывал мыска весит 2 килограмма и соответственно исходя из этого раздаю есть свиноматка в обычном состоянии где-то начинает кила три с половиной четыре зависимости допустим от трава пойдет я буду еще траву добавлять будет меньше есть но по сути где-то в день 4 килограмма если она съедает и достать 45 килограмм это уже взрослая большая свиноматка если же что-то порезался чешок нет это я нашел от горшка земля да пускай играется в общем если же свиноматка в период уактации кормит соответственно она съедает больше ну и в два раза 7-9 килограмм смотрим я смотрю как вот если остается корм значит можно уменьшить дозу если же корм съедается весь то ну я пробую допустим по умыски больше добавил по умыски больше смотрю вот остановилась а все она съедает достаточно потому что свиньи разные бывают свинка молодая и там 120 килограмм весу а бывает 250 сами понимаете то что 250 она съест побольше ну факт том что сколько поросят еще имеет значение больше если там четыре поросенка то это одно если в 12 15 другой разгон ну свиноматку лучше конечно кормить усиленно в процессе лактации кормить чтобы она не потеряла сильно вес и потом как можно быстрее перешла опять на ну пошла в работу скажем так и в то же время чтобы поросятки хорошо росли поэтому бмвд приходится использовать и она очень хорошо дает результат если есть возможность сделать комбикорма не дырть то с бмвд можно там вообще его там 5 процентов 10 давать не слишком много или вообще отказаться от его добавки но опять же надо чтобы это был полноценный корм чтобы не уходи во все начиная дом от ячмень пшеница горох рыбий жир умел не знаю там есть масса масса разных рецептов но опять же это сложно во первых на где-то все это хранить разделе от у меня сделано царадовите вот бочка металлическая все бак и все бак и все это и так занимает место немедленно плюс еще есть склад на котором то засыпаю по уборке покупаю недорого когда это все там занимает ну там представьте 10 тонн это целых полтора зила высыпать зерна все это место место возможности это все очень как бы ну достаточно сложно поэтому не получается полноценный комбикорм плюс найти по небольшой цене невысокой тоже сложно допустим зерновые злаки даже по уборке соответственно делаем моему шума ему при этом использование бмвд дает неплохой результат свинка которая ну именно на бмвд сидит она получается и поросятки хорошо растут и свинка хорошо себя чувствует плюс не они не болеют постоянно у них и витамины в составе написано там все что надо и кальций и фосфор и лизин лизин это кстати для роста витамины группа витаминов а д е все это сбалансировано все есть поэтому использование бмвд я думаю что вполне себе нормальная практика поэтому вот так вот составление как корма бмвд и дэрц вполне себе приемлемо вполне нормально работающих работающих так скажем схема принципе все что я хотел рассказать подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго